Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заведующий стационаром номер один Люберецкой областной больницы Юрий Алексеевич Якушев, который приходит к нам постоянно. И она, может быть, потому что он заведующий стационаром номер один, а может, потому что есть новости. Новости есть, потому что речь пойдет, наверное, сначала о ремонте. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Спасибо, что пригласили в очередной раз. Очень приятно находиться в теплой дружеской атмосфере. Да, новости есть, без них никак. Они как бы всегда есть. Даже летом. Даже летом, да. Да, наш стационар в определенной части сейчас, буквально на этой неделе, будет находиться в ремонте. Ремонту подлежат три реанимационных отделения. Это отделение общей реанимации с последующим расширением до 12 коек. Сейчас оно существует на 6 коек. Это общая реанимация, где находятся пациенты хирургического профиля. То есть операционно за лорядом, а сюда привозят... Реанимация, да. Тяжелые пациенты, которым необходимо более доскональное наблюдение, поддержание жизненных функций. Возможность подхода нормального. И постоянный мониторинг, да. В настоящий момент у нас эта общая реанимация, она развернута на 6 коек. Будет соседнее помещение отделано, по последнему, так скажем, слову, для удобства и работы, и лечения пациентов. И будет добавлено 6 коек к этой реанимации. То есть общая реанимация, так называемая наша, хирургическая, она будет на 12 коек. По плану мы должны закончить это все, наверное, к середине осени. Максимум к концу года. Ну, как раз, когда весь основной поток отдыхающих, где бы они ни отдыхали, не будем говорить где, сейчас это такой сложный момент, но к 15-20 сентября, в принципе, уже все потихонечку возвращаются, и больница должна работать. Думаю, нет. Думаю, чуть позже, это, наверное, где-то ноябрь месяц. Ну, хорошо. С другой стороны, при этом, при этом, работа отделения реанимации, она не остановлена. А, не остановлена. Не остановлена, это будет отделано и присоединено соседнее помещение. А реанимация как работала, так и работает. Как вся структура хирургической службы работала, так и работает. То есть, нисколько не стеснялась. Никаких стеснений, ограничений по госпитализации, по лечению, по коечному фонду не подразумевается в данном отношении. Давайте еще немножко об этом поговорим. Почему? Потому что слово реанимация у всех, да, у нас вызывает такой трепет. Все о нем знают. Конечно, вряд ли кто-то хочет туда попасть, но опыт жизненный подсказывает, что либо родственники туда попадают, да, ну, либо мы с вами когда-то там можем оказаться. Причем не обязательно там в чрезвычайной ситуации, но просто какая-то плановая операция тоже подразумевает реанимацию. Вы исходите сейчас этот ремонт из каких-то новых подходов, какой-то нарисован, ну, я не знаю, как должна стоять кровать, как будут стоять оборудования, как будут выходить из операционной, как вывозить. Вот это все тоже, видимо, как-то прорабатывалось. Безусловно, есть регламентирующие документы, да, как должна существовать та или иная реанимация в том или ином учреждении. Все зависит от мощности учреждения. В нашем случае реанимация должна существовать на 12 коек, да, которые рассчитаны определенным способом. В настоящий момент она развернута на 6. То есть в два раза нам нужно увеличить? Нет, а по требованию, безусловно, есть требования и к помещениям, по количеству квадратных метров, если мы будем говорить, по полу, да, для одной койки, соответственно, если ты разворачиваешься на 6, соответственно, это и требования к общему помещению, более того, и требования к размещению оборудования. То есть это достаточно полномерная и серьезная работа. Это не просто в какое-то помещение закатил койку, закатил оборудование, провел электричество, кислород, и, в общем-то, вот тебе реанимация. Нет, это большой, серьезный труд, чтобы все было эргономично, чтобы все было удобно, чтобы ничего не мешало работе, и работе с пациентом, работе с документацией, работе с оборудованием. Ну, чтобы сами врачи тоже ощущали, ведь это, наверное, отчасти и врачу тоже должно быть удобно, потому что если он где-то все время цепляется... Об этом и речь, да, пациенту там, поверьте, ничего не мешает, да, пациент находится в том состоянии, в котором уже ничего не мешает, и для того, чтобы его привести к жизни, врачу ничего не должно мешать, поэтому все по, так скажем, по определенным законам, по определенным канонам. И, я так понимаю, проверки идут, да, то есть и со стороны врачей, и со стороны администрации больницы, да, то есть все во время, вот я имею в виду, я уже беру как бы весь процесс, когда ремонт начнется, да. Да, конечно, он постоянно контролируется, контролируется и врачами, да, заведующим отделением, и контролируется в том числе мной, да, как заведующим стационаром, и, безусловно, контролируется там, значит, медным и главным врачом. Потом, когда уже происходит и на этапах ремонта, и на этапах приемки работ, когда все, что мы заявили, а финансирование в данном случае идет со стороны Минздрава Московской области, за что отдельное спасибо, и мы должны понимать, что мы, то, что мы захотели, мы в итоге должны увидеть. Ну, а мы тогда ждем в ноябре, ну, до ноября приходите в любом случае, но в ноябре ждем уже, что называется, с фотографиями, с картинками, а ребята, мои коллеги, может быть, и сюжет снимут. Почему? Потому что мы много, честно говоря, вот мы со многими врачами общаемся, иногда люди думают, что, ну, вот зачем у них так много врачебных программ. А делаем это исключительно из-за того, чтобы убедить наших жителей городского круга Люберца, что, поверьте, врачи и способы лечения, и вот комнаты, скажем так, помещения гораздо иногда лучше, чем в Москве. То есть не нужно иногда никуда ехать, когда у тебя здесь рядом, что называется, под рукой, в шаговой доступности есть все. А коль еще удается, мы знаем, что медикам трудно выбивать деньги на какие-либо проекты, а раз это удалось, то будем ждать в ноябре вот такой, даже интересно посмотреть, как это работает, потому что все-таки поставлена задача, чтобы люди жили дольше, а значит, реанимация должна быть лучше, больше дать шанса человеку из нее выйти и зажить по-другому. И, кстати, последний еще вопрос по реанимации, даже тут неважно, по какому заболеванию, но если, например, человек поступает по скорой помощи, он же все равно право первое получает попадание, да? В зависимости от тяжести состояния. Ну вот если самое тяжелое. Тяжелое, да, минуя, такое есть понятие, минуя приемное отделение, то есть его не осматривать в приемном отделении, более того, когда скорая помощь везет тяжелого пациента, она звонит в то учреждение, куда она едет. И предупреждает. Да, о том, что мы везем тяжелого пациента, ну, допустим, там дорожно-транспортное пришествие, или там тяжелый инфаркт на каждой, или там инсульт тяжелый. Более того, что пациент уже может ехать на аппарате ИВЛ, как мы называем, да, на трубе, и говорят, что мы везем такого пациента, будьте готовы. Пациент, минуя приемное отделение, сразу поднимается в отделение в реанимации, его поднимают, и там происходит у койки его дообследование, если надо, там КТ, везут в КТ, через КТ, да, то есть она на первом, да, весь этот цикл. Поэтому доктор принимающий уже понимает, с чем едет пациент, отрабатывает для себя, так скажем, ажиотизацию, логистику, через какие-то вспомогательные службы поедет пациент, потому что не все, понятно, тяжелое оборудование, мы не можем рентген прикатить к пациенту, да, хотя есть палатный рентген, тем не менее. Ну, допустим, тот же самый КТ, там, мы не сможем, да, мы едем через КТ, поднимаемся наверх, понятно, доктор, если надо, УЗИ, он придется аппаратом УЗИ посмотреть, все остальное делается уже у постели больного, ставится окончательный диагноз, и в дальнейшем принимается решение, если это какая-то терапевтическая патология, значит, да, интенсивная терапия, первая койка, которая будет у пациента, это койка реанимации. Хорошо. Ну и последний вопрос по ремонту, потом по открытому новому отделению, мы о нем уже как-то говорили, в одной из программ это состоялось. Вот отремонтируется реанимация, и пока все, да, то есть нет следующих этапов, или это будет... Ну, у нас реанимация-то это такое достаточно большое, да, мы проговорили, да, только про одно, а у нас в первом стационаре их три, это и кардиологическая реанимация, и реанимация для пациентов с нарушением мозгового украшения, с инсультом, да, вот эти все три реанимации одномоментно идут в ремонт, поэтому для нас это достаточно большая история, да, большая история, чтобы ее так, скажем, ну, естественно, мы ее победим, естественно, мы из этой ситуации выйдем победителями, но для нас есть определенные стеснения, смущения для нас, не для пациентов. Пациенты максимально это не заметят, да? Максимально мы будем стараться, чтобы это пациенты не заметили, безусловно, это ремонт, это определенные трудности, определенный негатив в работе, в том числе и нашей, Но мы постараемся сделать так, чтобы пациенту это никак не сказалось. Ну, приятно, когда заведующий так легко говорит о трёх таких тяжёлых ремонтах. Тяжёлых ремонт в любой, даже в самой маленькой квартирке, когда ты что-нибудь начинаешь передвигать, всё это превращается в какую-то бесконечность. Ну, и мы уверены, что в ноябре вы расскажете нам уже о том, как там всё замечательно, по ходу дела будет всё это, конечно же, отслеживаться. Но есть ещё уже другое событие, к которому мы сейчас переходим, нейрохирургия, такое слово, правильно я говорю? Да, всё верно вы говорите. Рассказывайте, что это такое? Это состоявшееся событие, для нас это новая история, которую мы раньше тоже анонсировали, что мы хотели её открыть, мы её открыли. Открылась она в середине апреля, в середине мая был набран штат сотрудников. Ну, и официально, в общем-то, будем считать, там, начало мая открытие этого отделения, есть заведующее отделение, доктора, медсёстры, санкараты. Укомплектовано. Укомплектовано, да. В настоящий момент это полнофункциональное энергохирургическое отделение, за одним исключением, что пока оно не работает круглосуточно в плане приёма пациентов. То есть в большинстве своём приём ведётся, понятно, во все дни пациенты ведутся, да, но в большинстве своём это с будние дни, там, скажем, до 4 часов, когда весь штат персонал находится на местах. Но при этом отделение, оно развернуто на 15 коек, оно практически постоянно уже, в общем-то, заполнено. 12-13 пациентов всегда состоит, 1-2 там резервных койки всегда остаются для поступления пациентов. Но оно уже полностью функционирует. Вот, не стесняясь сказать, что практически по последнему слову техники оборудована операционная, нейрохирургическая, это и операционный микроскоп, и система поддержания температуры головы, это и система поддержания температуры тела человека. То есть, ну, в общем-то, полностью-полностью укомплектовано. Понятно, что есть лицер-дуга. Успели ему укомплектовать. Опять же, да, большое спасибо Министерству здравоохранения, которое финансировало данный проект. Все оборудование, естественно, новейшее, все оно получено, и я уже не говорю там о каком-то инструментарии, все абсолютно в наличии. Ничего не мешает работать на совершенно современном уровне. И как это работает? Потому что это же как бы отдельное уже, отдельное отделение, да? Вот если у человека по скорой помощи его забирают, предполагает врач, что у него такое, вы же все равно в какую-то поликлинику, в смысле, куда везут его? Значит, ну, допустим, случается какая-то катастрофа, да, с человеком, которая требует его госпитализации в нейрохирургическое отделение. Так. Приезжает скорая на место события, да, и, понятно, им дают наряд, говорят, везите в Люберецкую областную больницу. А первое – стационарное отделение. Они к нам его привозят. Так. Значит, как правило, это пациенты тяжелые. И возвращаясь к первому моменту нашего с вами разговора, они, минуя приемное отделение, через какие-то вспомогательные учреждения быстро-быстро добираются до реанимации, получают полный… Комплекс. Комплекс, да, исследований и, в общем-то, диагноз. Принимается решение о том, что нужно оперировать. Он едет в свою, отдельную, нейрохирургическую, операционную, в нейрохирургический зал, где ему оказывается помощь. Если это черепная травма, соответственно, делается трепанация черепа, убираются костные отломки. Если это разрыв аневризмы сосудов головного мозга, то, соответственно, идет ее клипирование, перевязка, дренирование, в общем-то, весь спектр. Это экстренная ситуация. Но есть и плановая ситуация, да. У всех, я так думаю, что у многих телезрителей, не понаслышке, диагноз как грыжа. Поясничного отдела позвоночника, или грудного отдела позвоночника, и шейного отдела позвоночника. В большинстве своем это поясничный отдел позвоночника. Мучает боли в спине, он обследуется, исключаются другие диагнозы, делается МРТ, ставится диагноз, приходит в плановом порядке на консультацию нейрохирурга, который сначала к неврологу, да, невролог смотрит, видит диагноз, направляет к нейрохирургу. Нейрохирурги у нас тоже в поликлинике ведут прием этих пациентов. Они смотрят, видят, да, вам показано хирургическое лечение. Пациент своими ногами приходит в нейрохирургическое отделение, в плановом порядке. Мы в одной из передач тоже говорили, да, что такое планово, что такое экстренно. Да, вот он приходит спокойно, в плановом порядке, полностью обследованный, госпитализируется. Ему делается плановая операция, и через 2-3 дня он уходит домой. Понятно. Ну вот, открылось новое отделение. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим. Напомню, что у нас в гостях Юрий Якушев, заведующий стационаром номер 1 Люберецкой областной больницы. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» заведующий первым стационарным отделением Люберецкой областной больницы Юрий Алексеевич Якушев у нас здесь в студии. И завершая вот тему разговора об открытии нейрохирургического отделения, оно звучит так всё равно, да, серьёзно. То есть мы на сегодняшний день, чтобы поставить точку, правильно я понимаю, что открытие такого отделения позволит не только спасти, может быть, чью-то жизнь, но и сделать то, что раньше было сложнее, ну, уже махнули рукой на человека и всё, а наоборот сделать так, что человек будет ещё и более-менее нормально жить. Совершенно верно. При той патологии, которую я озвучивал, да, это всё в силах сделать здесь. Это не нужно никуда ехать. Ближайшие, допустим, для нас были маньяки, да, как третьего уровня. Есть ряд нейрохирургических отделений тоже здесь в области, здесь, там, на востоке, юго-востоке области. Но теперь это открыто здесь отделение, оно стоит в маршруте пациентов. То есть мы можем, в принципе, не только Люберецкий район принимать, а принимать любого пациента с полисом, с Московской области и оказывать ему помощь. И да, действительно, когда пациенту раньше говорили, что, ну, в общем-то, смирись. Да. То теперь эту ситуацию можно решить. То есть мы немножко научились с головой работать, да? И головой, и со спиной. И со спиной. Да, потому что нейрохирургия – это не только голова. Да-да-да, ну, я как бы так корректно говорю. Ещё о врачах. Вы сказали, что в мае вы набрали, мы знаем, это проблема на федеральном уровне. О ней говорил и министр здравоохранения, и президент говорил, что всё-таки врачи – это такая миграционная история. Ну, каждый человек ищет, где получше. Это раз. А второе, всё-таки врач, квалификация для пациента тоже играет роль. Зачем держать не очень квалифицированного врача? Где вы набирали персонал? Насколько он готов? Наверное, то, что это новое отделение – это здорово. Но насколько они готовы работать с этим оборудованием? Все абсолютно врачи и обучены, и знают это оборудование, и работают с ним совершенно без каких-либо заминок. То есть вопросов в подготовке кадрового состава абсолютно нет. Но, безусловно, проводилась определённая селекция главным врачом нашего учреждения, Дмитрия Павловича Семенцова, поэтому здесь и согласовывали мы эти штатные единицы, мы по врачам говорим, и с главным нейрохирургом области, Ревас Семёновичем Джинджихадзе, поэтому здесь, в общем-то, не случайные люди, не просто, так сказать, пришедшие по объявлению о том, что мы набираем врачей и нейрохирургов. То есть здесь полный цикл согласований, просмотров резюме, звонков на предыдущие места работы, поэтому здесь очень серьезная работа проведена. Да, то есть как бы... Штат очень современный, штат очень современный, штат очень подготовленный, и молодой при этом. Штат молодой, порядка 30 с небольшим лет, боеспособный, дееспособный и адекватный, в общем-то. Ну и когда будут подводиться уже первые итоги? К концу года, наверное, как работает отделение? Ну, у нас принято итоги проводить, в общем-то, ежемесячно. А, даже так? Да, но, понятно, отделение новое, отделение с нуля, здесь итог или ноль, или единица, да, это уже положительный момент, поэтому я думаю, что, наверное, да, полугодовой будет некий итог такой более показательный. Ну, так как как раз еще, видите, одна будет тема, то есть мы повторим их тогда уже через какое-то время. Хорошо. Ну, напомню, врачи, люди, которые работают круглосуточно, 24 на 7, вот, потому что людям свойственно болеть. Некоторые любят этим заниматься, некоторые не любят, но, к сожалению, заболевают. И лета, казалось бы, зимы нет, чего уж тут заболеть, и на самом деле проблем много. Вот как врач, мы же летом все расслабляемся немножко, да, я не знаю, там и погода, кстати, такая, да, и в Московской области, и в Москве, и куртки. То куртку носим, то футболку, то, значит, кондиционер включаем и так далее. Вот как врач, как правильно сейчас все-таки себя вести, когда то дождь, то жара, обещают духоту, которая идет к нам из Сахары. Да, ну, в общем, да, я такие, скажем, резко изменчивые, да, погоды всегда называю опасными, да, оно вроде бы жарко, а с другой стороны заболеть не представляет никакого труда. Ну, в общем, всегда говорится, да, одеваться по погоде сложно, конечно, ты с утра выходишь в одной одежде, да, к вечеру это другая, либо ты с утра одешься по прохладцу, да, а вечером там хоть шорты одеваешь с футболкой, или наоборот, да, ты одеваешься тепло, а приходится возвращаться уже. Понятно, это и в случае, там, повышенной температуры окружающей среды, повышенное употребление жидкости, увлажнение. Пить надо воду часто? Пить нужно часто. Без газа? Без газа, безусловно, без газа. Обычная чистая вода, их масса сейчас вариантов, да. Это дышащая одежда, как всегда, да, это хлопкая, да, это обувь, стараться там открытой, типа сандалий, типа там макосин. Вот, никаких ботинок, понятно, и каких-то синтетических одежд. Это, ну, в общем-то, из личного, это прием души ежедневно, да, и, в общем-то... Головной убор, кстати, мы забыли. Головной убор, да. Головной убор, ну, и уж если совсем прям по-медицински, то стараться темные очки. Мороженое. Говорят, нельзя ли это мороженое? Мороженое, да, вкусный, хороший продукт, но именно на жару, на распаренное тело, в общем-то, нельзя, он не так действует, как бы хотелось. То есть, если уже очень хочется, то надо зайти в прохладное помещение, чтобы была температура. Да, и тогда можно, в общем-то, достаточно размеренно скушать мороженое. То же самое и касаемо воды. Вода должна быть, в общем-то, чуть прохладнее окружающей среды, она должна быть ледяной. Да, то есть, не надо из холодильника. Да. Понятно. И еще такой вопрос. Люди покидают родные места, некоторые едут на дачу, вот, где высаживают цветочки. Это особо сильно не меняет их, так сказать, состояние, образ жизни и тот же воздух, той же грязи, который в родном городе, например, я имею в виду экологический. А некоторые уезжают в экзотические страны, тем более сейчас они действительно многие экзотические. Вот тут нас начали в последние дни немножко пугать, пока не запугивать, но пугать там Египтом, что там какие-то комары начали летать. Вот немножко о туристах, которые выезжают за пределы страны, и что для этого нужно, чтобы неожиданно, ну, кстати, люди там даже иногда летальный исход происходят, мы тоже знаем. Как правильно себя вести? Ну, выезд, скажем, не только из нашей страны, а вообще смена региона, да, оно тоже всегда бывает, не всегда, оно бывает чаще, да, чревато. Я уже не говорю о выездах в какие-то страны с совершенно другим климатом, совершенно другим обитанием тех же насекомых. Сейчас большое количество информации о той стране, куда ты вылетаешь. И почерпнуть оттуда… Почитать хотя бы, да. Да, хотя бы почитать, куда я лечу, не только отель, его комфортабельность, там море и так далее, или там ты в Саванну едешь, но и почитать, с чем ты столкнешься, находясь в тех природных условиях, в которых ты едешь. Безусловно, о чем вы и сказали, там, в Египте, да, есть ряд переносчиков тяжелых смертельных болезней, уж для нас, неподготовленных с вами, они, ну, как правило, смертельно, да, в случае заболевания ими. Поэтому это нужно проводить профилактические прививки. Перед выездом. Перед выездом, за две, за три недели, то есть обратиться к терапевту в поликлинике. То есть люди об этом знают, терапевты, да? Терапевты знают, конечно, знают, что есть, ну, к терапевту на осмотр для того, чтобы не было противопоказаний для той или иной прививки. Не всегда, конечно, в учреждении может быть там какая-то прививка от какого-то экзотического заболевания. Не проблема ее, в общем-то, сегодня найти и в каких-то частных центрах, то есть, или в учреждениях, специализирующих на профилактических прививках. Такое тоже есть, да? Ну, просто нужно понимать, если ты летишь там, где район эндемичен, там, да, по желтой лихорадке, должен сделать прививку от желтой лихорадки. Не завтра, когда у тебя вылет, да? Не сегодня, когда она завтра вылет, а чтобы прошел определенный интервал времени, чтобы сформировался иммунитет. Это за 2-3 недели прийти к доктору, к терапевту, своему участковому сказать, вот у меня есть такая ситуация, какие мои действия для того, чтобы максимально постараться избавиться от этой болезни. А если она вдруг случилась, то максимально легко ее перенести. Еще ходили, ну, даже не слухи, как бы в СМИ публиковалось слово «корь». Все чаще звучит «корь», «корь», «корь». Что происходит? Корь. Есть такое? Есть такое корье, инфекционное заболевание, да, высоко, контагиозно. Что значит это? Если при контакте с пациентом, которого, так скажем, в разгуле это заболевание, да, вариант заболеть, заразиться равен практически единице. То есть это высоко, контагиозно, то есть практически в 100% случаев человек, у которого нет иммунитета, либо прививки, он в 100% случаев заболеет корью. Почему это и случалось, да, закрывались, мы слышали по осени институты в Москве, да, и вспышки на всеми на моем любимом садоводе, потому что, а, существует прослойка людей, которая не иммунизирована. Изначально, как бы. Изначально, да, в силу каких-то событий, переезда из той или иной страны, либо же отказ от детских прививок, да, прививка от кори входит в календарь детских прививок, и если как бы ничего не противоречит ни в голове, ни у мамаш и у папаш, ни по состоянию здоровья у ребеночка, то ничего не противоречит сделать эту прививку, и иммунитет возникает практически пожизненный. У переболевшего в том числе. Проверить каждый это может, в общем-то, либо поднять свою амбулаторную карту, понятно, но он есть далеко не у всех, особенно во взрослом возрасте, да. Сейчас это все информатизировано, то есть можно как-то попытаться. Это сдать анализ крови на антитела, иммуноглубулины G, кори, которые скажут о том, есть иммунитет или нет, и насколько он напряжен. И вероятность того, там есть определенные цифры, я сейчас как бы не буду об этом заострять вопрос, и если иммунитет в норме, то кори у человека не заболеет. Ну и два коротких последних вопроса. Лето еще – это период расслабления по полной программе, да, это когда люди расслабляются на морях, на реках, сейчас это такой сложный вопрос. И потом, что называется, привозят всякие неприятные болезни. Вот что вы посоветуете? Наверное, после таких людям надо идти, наверное, на какие-то обследования все равно, чтобы уберечь себя прежде всего. О болезнях каких вы говорите? О болезнях самых разноплановых, которым назовем так «Морской роман», да? Да, «Курортная болезнь», ну, безусловно, да. Но есть же такое, вследствие такие бывают. Есть такое, это, в общем-то, и не секрет, и никогда это секретом не было, даже есть фильм такой, да, вот, из советской эпохи, поэтому здесь, как бы, если говорить открыто, то да, безусловно, приезжая с курортов, никаких проблем не составляет зайти к тому или иному специалисту, сдать анализы, если что-то будет обнаружено, пролечиться. Но есть ряд болезней и неизлечимых, которых можно привести, да, с курорта. Поэтому лучше, во-первых, а, думать головой, а если все-таки что случается, максимально защищать себя и партнера, ну, и, в общем-то, постараться быть избирательным в выборе. Курортного романа. Вот, прекрасно. Ну, и самое последнее, есть возможность сейчас легко пройти диспансеризацию, пока никого нет? Да, время летнее, и время достаточно в определенной степени свободное для врачей, особенно те, кто ведут диспансерную группу пациентов. Это ряд заболеваний, хронических заболеваний, которых присутствует у пациентов. Это сердечно-сосудистая система, бронхолегочная система. Понятно, что эти пациенты, в общем-то, плюс-минус несколько, скажем так, возрастные. Они тоже из города, в общем-то, уезжают на дачи и так далее. Поэтому те, кто, в общем-то, остаются, проблем пройти сейчас диспансеризацию не представляет никакого, в общем-то, труда. И не заметите, как вы. И не заметите. Все это делается буквально в один день. Поэтому совершенно спокойно можно пройти и пройти диспансеризацию. Ну что ж, огромное спасибо. Возвращаясь к ремонту, вы вступаете в сложный период. Мы желаем вам удачи. Ждем вас уже с улыбкой о том, что закончено все работает. Напомню, что Юрий Якушев был гостем нашей программы, заведующий стационаром номер один Люберецкой областной больницы. Всего вам доброго. Всем нам здоровья. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»